Привет, друзья! Сегодня пятница, замечательное настроение. И это, между прочим, микрофон фирмы Вилкшур. Сегодня мы зададим вопрос нашим гостям, и он будет звучать так. Для девушек и женщин он звучит следующим образом. Мужчина вашей мечты, кто он? А для ребят, девушка или женщина вашей мечты, кто она? Итак, вперед! Свет, привет! Микрофон от Вилкшур. Слушай, такой вопрос. Мужчина твоей мечты, кто он? Какой он? Нормально так в пятницу вечером, чтобы о чем я начала думать. Ну, это хорошо, потому что у меня в голове работа. Давайте лучше о мужчине моей мечты подумаем. Интересный. Ну, чтобы с ним было интересно разговаривать, чтобы он был умнее меня. Ну, конечно, это так очень редко случается. Да, я шучу. Что еще? Не нудный. Не такой, знаете, который на диване сидит ни в коем случае. То есть, чтобы он был очень активный. Потому что мне надо, чтобы было интересно, чтобы было с человеком о чем разговаривать, чтобы что? Не, ну, понятно, там, как бы деньги, машина. Про деньги, про деньги. Да, вы про деньги. Слушайте, ну, тут важно, чтобы они просто у него были. Нет, чтобы они у него были. Вот так. Ну, нормально, чтобы хватало. Чтобы платил или чтобы... Я могу сама за себя платить. Чтобы они были. Пусть у него будут деньги. Конечно, конечно. Я могу сама за себя платить, но, безусловно, я была бы рада, там, каким-то подарком, чему-то такому, да, но то, чтобы меня кто-то содержал, там, и такое, ну, как бы зачем. Вот. А, ну, чтобы они у него были. Потому что, если у мужчины нет денег, ну, как бы тогда он неинтересный, да, ну, да, то есть, тогда он не заработал, не добился ничего, а зачем. Вот, как-то так. Скажи, пожалуйста, здесь, в Трес-Гатасе, такого мужчину можно встретить? Я думаю, да. Хотя, конечно, это... Ну, я думаю, да. У тебя есть кто-то на примете? Ну, смотрите, какой замечательный. Олег сидит. Жалко, что он женат. Это пусть останется за кадром, но, скажем так, я думаю, что когда-нибудь он здесь пройдет. Ну, не здесь, так где-нибудь в другом месте. Супер. Спасибо огромное. Мужчины, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь. Олег. Я тоже Олег. Виктор. Все меня зовут. Александр. Юрий. Ребята, очень короткий вопрос. Короткий, но очень емкий. Женщина вашей мечты. Какая она? Женщина мечты – это та, кто не выносит мозг. Соглашусь, наверное. Я думаю, что должна быть адекватная. И все. Это любимая самая женщина. Она на самом деле может и мозг вынести, и любить, и... Все прекрасно. Очень лаконичные ответы. И в продолжение. Можно ли встретить такую девушку или женщину в трес-гатас? В трех катах можно встретить разных женщин. Вот она подъехала. Да? Тормозни. Те. Да подожди! Мечта приехала. Пошли. Мечта приехала. Привет. Привет. Слушай, такой вопрос. Мужчина твоей мечты. Кто он и какой? Он добрый. Ну, этого достаточно. Это сейчас редкость. Это редкость? Это редкость. А что-нибудь про деньги? А, ну, все включая. Доброта, ты же понимаешь, она и сердечная, и... И финансовая. Ну, конечно. А вообще можно в трес-гатас такого встретить? Я специально не искала, ты понимаешь, почему. Но я думаю, что всегда есть шанс, и у всех есть шанс. Такая загадочная фраза прозвучала. Я специально не искала, ты понимаешь, почему. А если я не допираю? Понял. Мы вклиниваемся в диалог. У меня такой вопрос. Да, я вас внимательно слушаю. Девушка или женщина твоей мечты? Кто она и какая? Кто она и какая? Ну, моя любимая жена. 35 лет. Не меняется. Вкусы остаются те же. А тогда такой вопрос. Вот фраза «женатый холостяк» — это как? «Женатый холостяк» — фраза? Ну, в принципе, если ты холостяк, может ты быть женатым, и все это в твоей голове. Да, да, все так может произойти в жизни, так разно бывает. Наша самая маленькая леди. Как тебя зовут? Алиса. Алис, ты с мальчишками дружишь? Не всегда. А какие тебе нравятся мальчишки? Никто. Они все у меня агрессивные в классе. О, Господи, как жестко все. А в «Тресгатосе» тебе кто-нибудь из мальчиков нравится? Нет. Ну, вот так я вот встречаюсь с моим другом Робертом, который уже давно уехал куда-то. Да он здесь. Просто вы немножко не попадаете. Тебе Роберт нравится? Да, немного. Уже хорошо. Мой друг просто. По дружбе нравится. Отлично. Замечательная семейная пара Максим и Лара. Макс, я спрошу шепотом, чтобы Лара не слышала. Женщина твоей мечты. Какая она? Она все слышала. Конечно, жена. А такое выражение «женатый холостяк» — это как понять? Как понять «женатый холостяк»? Добрый вечер. Это Анна. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мужчина вашей мечты. Кто он и какой он? Это хозяин бара «Тресгатус». И зовут его Олег. Спасибо. Я удивлен. Неужели? Я тебе уже три года признаюсь в любви. А ты так и не понял? Все. Интервью закончено. Тебе нравятся женщины? Естественно. А как они могут не нравиться-то, женщины? Какая она, женщина твоей мечты? Ну, женщина моей мечты... Ну, во-первых, это стройная женщина, без лишнего веса. Приятное лицо, стройность и ум. То есть, чтобы было о чем поговорить. Это вот главные параметры. Больше параметров нет. Все. А как же сексуальность? А это все приложится. Это все прикладывается автоматически, я думаю. Если есть ум. Скажи, пожалуйста, для тебя более, скажем так, возбуждающая женщина для тебя выглядит в нижнем белье или без? В нижнем белье, естественно. А какая именно деталь тебя больше всего возбуждает? Но, тем не менее, у меня есть один знакомый, который... Который? Да, да. Который по пьянке сказал сакраментальную фразу. Говорит, мне нравятся женщины пьяные и голые. Но не обязательно пьяные, но голые обязательно. Класс. Потом добавил, да. Друзья, друзья, у нас вообще очень сегодня крутяк. Прям, Паш, девушка или женщина твоей мечты? Главное, чтобы понимала меня. Все остальное не имеет значения. Ну как же, а там внешние данные? Ну внешние, ты знаешь, когда на тебя... Возраст. Постарше. Конечно, помоложе. Какой ты скучный. Да ну как традиционный. Главное по девочкам. У них все по старому, у них все по старому. Все по старому, все по девочкам, да. Скажи, пожалуйста, женщина твоей мечты. Какая она? Она веселая, она интересная. Здесь ее нету сегодня. Блин. А можно ее здесь встретить? Хороший вопрос. Ну, наверное, это реально. В принципе, реально. То есть... Можно ждать. А, сегодня? Сегодня ее здесь нет, но она здесь бывает. Бывает, конечно. И ты ее знаешь? Я ее знаю. Ого! Ну не скажу. Оставим это на следующий раз. Интрига. Это вообще удалить. Интриг. Почему удалить? Да ладно. Да блин, круто же получилось. Нормально. Ну ладно, по секрету кто? Не скажу. Да нет у меня женщины, все. Опа! То есть вы по старинке уже нет? Я просто застал врасплох с этим вопросом. Думаю, надо выдумывать и стою. Ладно, хорошо. Женатый холостяк, это как? Женатый холостяк? Я таких не знаю. А ты? Я холостяк. Просто? Просто. Круто. Ну, да. Неплохо. Ну, сто процентов. Конечно. Девчонки, неженатый, кремень, холостяк. Не пьет. Не пьет. Девчонки, мы вас ждем. Все. Привет. Привет. Ты Оксана? Я, да. Ты здесь работаешь? Да. Это шутка была такая. Чего это такое? Ладно. Серьезный вопрос. Скажи, пожалуйста, мужчина твоей мечты, какой он? Мужчина моей мечты? Ну, чтобы, наверное, меня поддерживал во всем, чтобы слушал, но не был никогда не подкаблучником. Это самое такое, потому что, кажется, в нашем мире сейчас и что женщина, что мужчина самодостаточный, каждый может заработать. Даже сейчас я могу сказать, что женщины могут заработать больше мужчин. И никогда упрекать в этом никого не надо, потому что каждый имеет свое, заслуживает свое, как говорится. Мне больше, например, от мужчины нужна поддержка. Просто моральная поддержка. Больше ничего. Вообще очень интересная фраза, чтобы был не подкаблучник. Я скажу, что Оксана у нас, она такая командирша. Если кто не знает, тот узнает. Скажи, пожалуйста, а можно такого мужчину встретить здесь, в Тресгатас? Да, здесь есть такие. И очень даже много. Ого! Из них холостых много. Ого! Да, да. Это мой взгляд. То, что я вижу, как говорится, из-за барной стойки. Потому что профессия официанта – это не то, что поднести, отсервировать, помыть посуду, убрать за клиентом. А это еще и психологи большие. Да. Так что я много вижу, у кого есть проблемы, у кого какие проблемы. И какие кто мы есть на самом деле. У нас есть такая традиция. Оксана пошла домой. Когда она уходит домой, мы всегда обязательно в щечку целуемся. Привет, друзья. Сегодня у нас в гостях замечательные люди, прекрасные музыканты. Наш гость, гость Тресгатаса и Таревьехи, Андрей. Спасибо за теплый очень прием. Я только зашел и сразу комплиментами, шквал комплиментов сразу. Ни за что! Как тебе наш микрофон? Ну, охуенчик. Очень круто. Я это, как бы, не первый раз вижу здесь, в Таревьехе именно. Первый раз я видел такие микрофоны у тебя, по-моему. Похожие, да? Крутяк, да? Абсолютно. Билшур 01. Очень круто. Слушай, такой вопрос, я тебе сразу грузану, вот так чуть-чуть грузану. Ты же не женатый. Нет. Да, я не женатый. Я понял. Но, подожди, как бы, ну, хорошо. Я уже говорил на прошлом интервью, я не люблю посвящать никого в свою личную жизнь, на самом деле. Скажу просто одно. А мы не будем углубляться. Не-не-не. Просто достаточно, что ты не женатый. Есть очень красивое, любимое, очень красивое, любимое создание, будем так говорить. Так вот, у них там в Амстердаме каннабис очень популярен. У нас есть чай, каннабис? Похуй на каннабис, потому что его было очень много в моей жизни. Ну ладно, вопрос по делу. Вот девушка твоей мечты, какая она, кто она? Это мать моей дочери. Да. Это девушка моей мечты. Я вот реально говорю, как есть, без пизды. Ребята, все женатые, которые здесь, они все прям вообще... Ну, просто тут уже должен нимб светиться, понимаете, да, о чем я? Ну, вот так вот как-то, да? Да, дело не в нимбе, на самом деле, ребят. Я, ну, королесил в свое время как надо. Было, да? Было. Ну, у каждого это было? Ну, у меня страсть больше всего вот этим шестиструнным ребятам. Вот эти вот. А что касается женщин, я был предельно искренен, на самом деле. Потому что я такой. Сегодня у нас здесь будет такой а-ля квартирник. Ребята немножко поиграют, вообще все очень спонтанно. Очень спонтанно. Очень просто пиздец как спонтанно. У нас всегда импровизация, и это очень ценно, и это очень важно. Паша, а ты в своей жизни на королесил? Очень. Поэтому я в Испании. Шепотом так прям вкратчиво. Ты понимаешь, как вот в Штатах Мексика есть, там, ну, я имею в виду в Северной Америке есть Мексика, а в Европе есть Испания. Поэтому, да, так оно и есть. Ну что, что, будем начинать потихонечку, да? Да, давай построим, наверное, вёстку. Поднимем, так сказать, градус настроения. Абсолютно. Ты обещал вино? Да, я сейчас нальем. Я обещал Пашке Тюнер. Мы сейчас построимся и начнем. Окей. Погнали. Северной Америке. Погнали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok